Тивируп, друзья. Сегодня Хэллоуин, а за окном бушует коронавирус. Поэтому мы советуем вам провести праздник дома за просмотром фильмов ужасов про клоуна Пеннивайса, маньяка Майкла Майерса, Ганнибала Лектора, ну или про железную няню на худой конец. А для разогрева посмотрите этот видеоролик, в котором мы вам расскажем страшные теории про героев и мир мультсериала Смешарики. Но для начала подпишитесь на канал. Мир Смешариков – это наш мир после ядерного апокалипсиса. Такую теорию несколько лет назад выдвинул пользователь форума Мира Смешариков Максим. Страшная ядерная война уничтожила человеческую цивилизацию. Города и страны потонули в ядерном пепле. Миллионы живых существ по всей планете в муках вымерли от лучевой болезни. Однако несколько видов животных, несмотря ни на что, выжило. Под действием мутации их тела приняли шарообразную форму. В течение нескольких веков они развивались. Поначалу существовали даже шарообразные динозавры и мамонты. Но и тут им было суждено вымереть. Достигнув определенного уровня умственного и физического развития, шарообразные животные нашли места человеческого обитания. А вместе с ними и оставленные людьми книги, научные труды, чертежи различных машин, а может быть и сами машины, чудом уцелевшие после стольких веков простоя. В истории шарообразных животных начались промышленная революция и индустриализация. На основе чертежей был построен мегаполис, поставлен на воду Титаник, пущенный вход автомобилей и другой транспорт. Представители новой цивилизации, разумеется, отдавали дань уважения великим умам вымершей человеческой цивилизации, плоды чьих трудов активно ими использовались. Именно поэтому в книгах шарообразного общества можно найти упоминания ученых людей, таких как Менделеев, Попов и Джордана Бруно. По большей части шарообразные животные изучали историю людей урывками. Поэтому, например, от Джордана Бруно у Лосяши имеется неверное представление, как о человеке, отстаивавшем теорию о шарообразности Земли, а не теорию о гелиоцентрической системе устройства Вселенной. Единственный отголосок людей в мире смешариков – черный лавелас, тень сгоревшего от ядерных лучей человека, последний призрак человечества, на протяжении тысячи лет влекущий жалкое существование на планете Земля, испытывающий страдания от того, что все никак не может отправиться в лучший мир, к своим праотцам. Возможно, что все страдания черного лавеласа – это кара Господа человеку за то, что тот не смог уберечь мир и все живое от разрушений ядерной войны. К сожалению, и шарообразные существа не учли всех уроков, предшествующей им цивилизации, и тоже однажды задохнулись в ядерном пепле. Но, как известно, история циклична, и на их место пришли джинглики. Почему именно джинглики? Так вон череп кроша можно увидеть в одном из эпизодов этого милого и безобидного детского мультсериала. Совпадение? Несколько мелочей на фоне природы. Последняя серия смешариков. События в мире смешариков происходят не в той последовательности, в которой выходят серии. Иначе, как объяснить, например, что зонтик, подаренный барашу в 16 серии, биография зонтика, уже был у него в третьей серии «Фанерное солнце». Трудно вычислить события, какой серии происходили хронологически раньше всех. А вот позднее всего, вероятно, происходили события серии «Несколько мелочей на фоне природы», в которой все смешарики, кроме Нюши, Лосяша и Савуньи, погибли. Разрушительный смерч обрушился на долину. Как мы видим из серии, он засасывает внутрь все на своем пути, перемалывает и оставляет после себя кашу из мелко накрошенных обломков. Нюша, Савунья и Лосяш чуть сами не оказались ингредиентами такой каши, но в последний момент им удалось спастись. А вот другим смешарикам повезло меньше. Если предположить, что в момент разгула стихии они все находились в долине, то после смерча такой силы от них могли остаться только рожки да ножки. Кстати, на то, что события серии «Несколько мелочей на фоне природы» происходили позже остальных, указывает и тот факт, что Лосяш в этом эпизоде отлично рисует, хотя из других серий видно, что рисование последнее, в чем Лось может добиться успеха. Видимо, Лосяш в течение долгих лет учился изобразительному искусству и, наконец, сумел создать столь прекрасный живописный пейзаж. Правда, вот оценить его старания теперь уже почти некому. Ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля. Крош умер? А эта теория, опубликованная в ВК-сообществе «Всё о смешариках», единственная из нашего списка, подтвержденная одним из создателей материала «Смешарики». Теория о том, что самый популярный и любимый многими детьми смешарик Крош на самом деле умер в фильме «Смешарики дежавю». Как мы помним, в фильме Крот-агент отправляет Кроша на 5 минут назад, тем самым раздваивая пространство и время и создавая две реальности. Крош попадает в параллельную реальность, где встречает своего двойника. Чуть позже Крот начинает психовать из-за того, что Кроши расплатили с ним карточкой и с помощью хронопульта отправляет одного из Крошей, которого впоследствии героя будут называть Шорком, в Мезозой. Ближе к концу фильма Кротобосс заявляет, что сейчас наши специалисты подчистят все временные парадоксы, в том числе и Шорка. Поскольку именно нашего Кроша отправляет в параллельную реальность, то он и является временным парадоксом. Выходит, его и должны подчистить. То есть наш Крош и был Шорком, а Крошем весь фильм оставался его двойник. Истинность теории подтвердил автор сценария к фильму «Смешарики дежавю» Дмитрий Яковенко. Как он сам признался, убийство Кроша его месть малолетнему обидчику. Как-то я шел по улице, было грязно и мокро. И тут какой-то малолетний шкет в цветных резиновых сапожках специально прыгнул в лужу, чтобы меня брызгать. После чего он неприятно хихикал своим беззубым ртом, глядя на потеки грязи на моей одежде. Говорят, что бить детей не педагогично, поэтому я просто спросил, любит ли он смешариков. Юное существо ответило радостным согласием. Я уточнил, какой смешарик у него самый любимый. Крош! Вредитель снова обнажил свою беззубость. Я записал информацию и заверил мальца, что он уже может попрощаться со своим любимцем. Что мы сделали с Крошем, знают все, кто посмотрел фильм смешарики дежавю. Конец цитаты. Но, конечно же, страшнее всех теорий эта новость о кроссовере фиксиков и смешариков. Вы только посмотрите, что они сделали с Крошем. Выглядит слегка крипово, не правда ли? Эта серия выйдет уже завтра на Кинопоиск HD. А на этом у нас все. Пишите в комментариях, какая из теорий показалась вам наиболее интересной. Подписывайтесь на наш канал, регистрируйтесь на форуме, подписывайтесь на наш ТикТок, делитесь видео со знакомыми друзьями. До встречи.